Слава Богу, вечерняя молитва, эфир прямой с вечерней молитвы нашей Киевской архибископии, информаторской православной церкви Христа Спасителя. Приветствую всех, братьев, сестер, приветствую всех вас, вас, любленные братья, сестры, дорогие друзья. Сегодня провожу эфир здесь, в Киеве, и благодарен Богу. За эту возможность поделиться с вами Словом Божьим. Календарный праздник Господний, Йом-Кипур, День Искупления, Судный День, День Всепрощения, закончился, но я хочу продолжить эту тему. Сегодня у нас 20 число уже, вечер уже, 20 сентября. И, правда, еще есть одна тема. Я думаю, нам надо будет помолиться сегодня тоже на этой вечерней молитве и завтра тоже помолиться по поводу некоторых заблуждений церковных. В частности, культа Богородицы, так называемый праздник Пречистый, Рождество Матери Иисуса Христа, как бы, отмечается сегодня вечером, завтра днем. И, знаете, это, ну, казалось бы, просто это культурная особенность такая наша православная, но, с другой стороны, это не просто культурная составляющая народная, нет. Это гораздо серьезнее проблемы, гораздо все сложнее. Дело в том, что этот культ, так называемый, да, Богородицы, это очень серьезная проблема вообще исторического христианства. То есть, получается, что Дух Антихриста, проще говоря, если честно, то Дух Антихриста, потому что попытка вместо Христа поставить Его маму, вместо Иисуса Марии, вот, это очень даже печальная замена и подмена. Вот, поэтому сегодня вечером помолимся и завтра тоже, вот, думаю, на утренней молитве тоже помолюсь об этом. Вот, слава Богу. Да, друзья, что-то у меня здесь не получается подключаться. Я не знаю, с чем связано, но, увы. Сейчас еще раз попробую. Ну, надеюсь, меня слышно, видно, потому что, к сожалению, пока вот что-то у меня здесь такое сообщает, что, может, здесь какой-то сбой опять у меня. Вот я технически не очень, знаете ли, так вот, грамотен в этом отношении. Так. Но ничего, даже если и трансляция прерывается, к примеру, то есть камера, у меня включена камера сейчас, она вот параллельно все снимает, и поэтому потом можно будет, ну, чуть попозже, правда, все это посмотреть, потому что я, значит, набереваюсь как раз потом загружать. Я вообще стараюсь, по милости Господне, так успеваю все загружать на канал свой. Вот, и сегодня, сейчас пару слов хочу сказать о священнике, о нашем первосвященнике, об Иисусе Христе. Я сейчас молился в парке, здесь вот, под окнами у меня парк Киото. Красивейшее место, мне так понравилось, оно все больше и больше мне нравится, это место. Вот, очень люблю это место, молюсь здесь, прохаживаюсь, вот, этот парк, он тянется от станции метро Черниговская, там, значит, до Лесовой, пишешь, вот, значит, так, здесь, вот, значит, и вот это все, так, сейчас, здесь непрошенных гостей приходится гонять еще, нет, да, друзья, приветствую всех, кто подключается, вижу, еще кто-то подключился, слава Богу, сегодня вечерняя молитва в нашей Киевской архипископии здесь, и я хочу начать со Слова Божьего, с послания к евреям, и это очень важное послание, ну, вообще, все писание, оно, Бога вдохновенно, и это касательно и Торы, и пророков, и касательно всех других писаний Библии, и вот, послание к евреям, оно, чем, наверное, еще уникально, что оно раскрывает, как нигде раньше, как нигде вообще, в других местах Писания раскрывается личность Иисуса, как первосвященника, ходатая, такого именно священника, это очень важно, очень важно откровение, и вот, если говорить вот о Йом-Кипур, и, как бы, вот о сейчасшнем событии, о сейчасшнем времени, что наш первосвященник сегодня, это сам Иисус Христос, храм святой в Господе, он существует, дамы и господа, мы живем в эпоху третьего храма, третий храм, и в нем первосвященник, несменяемый, он постоянный, 24 часа в сутки, как говорится, в нашем измерении, да, 7 дней в неделю, Вячеслав, шалом, а, Вячеслав, шалом, приветствую, слава Богу, вот, но раз шаломкнулся, Вячеслав, значит, меня видно и слышно все-таки, здесь, слава Богу, вот, значит, и первый храм был разрушен по грехам нашим, да, об этом Библия очень подробно рассказывает, как мы грешили, как согрешили, и это все наука нам, сегодняшним верующим, чтобы мы не грешили сегодня, чтобы мы не повторяли их ошибок, потом был храм воссоздан, мы его называем вторым храмом уже, вот, эпоха уже второго храма, хотя все это как бы один храм, просто он был разрушен, потом воссоздан, и знаете, второй храм, он удостоился быть, застать время Машиаха, второй храм, он, ну, вот, воссозданный тот храм Божий, он удостоился вот этой чести застать Машиаха, но Машиах о нем плакал, Христос о нем плакал, потому что, он даже сказал Иисус, что все оставляется дом ваш пустой, дом ваш пуст, в Иерусалиме, дамы и господа, братья и сестры, лишь один дом, должны исполнять еврейские праздники, вопрос, насчет еврейских 50 на 50, вот, но насчет библейских точно, 100%, ну, в библейских смысле, господних праздников, потому что, знаете, очень часто еврейскими праздниками называют господние праздники, на самом-то деле, Божьи праздники, потому что есть чисто еврейские праздники, допустим, ну, вот, влюбленных день, да, допустим, День независимости Израиля, вот, День Иерусалима, допустим, да, значит, там, вот, другие, есть такие чисто еврейские праздники, шалом, Наталья, шалом, Заславская Наталья, шалом, у нас тоже мне слова, а, а, шалом, да, 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 приветствую, да, да, я вижу здесь сообщения, читаются у меня здесь, вывел здесь на экран, ну, ладно, вот, и, потому что здесь не успеваю прочитывать, а вот здесь у меня, как бы, вот, отображается, и по поводу господних праздников, да, это праздники, тем более, что праздники, насчет весенних праздников, еще, как бы, ну, так, грубо говоря, можно их не праздновать, именно Божьи праздники, да, Анна говорит, именно Божьи праздники, да, аминь, 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 Божьи праздники именно. Весенние праздники, Пасха, Пятидесятница, их, в принципе, если так грубо говорить, то их можно уже не праздновать нам. Потому что, ну, в отличие от иудеев, вот, значит, христиане, мы считаем, евангельские мыслящие христиане, я имею в виду, библейские верующие христиане, мы считаем, что эти праздники уже исполнились. Поэтому, в принципе, то, что в христианстве празднуется Пасха, Пятидесятница, это, в принципе, как бы, ну, это красивая традиция, но, в принципе, в этом нет необходимости уже. То есть, эти праздники уже исполнились. Согласно теологии Нового Завета именно, если брать, то и Пасха, и Пятидесятница, эти праздники нам можно не праздновать вообще уже. Все. Они уже сыграли свою роль, они уже исполнили свою историческую роль, духовную свою роль. Вот, праздник Пасхи, поясню, это исход из Египта, выход из Египта, который произошел 3330 лет тому назад, во времена Моисея. Тогда Бог вывел нас рукой, крепкую мышцу простертую. Но 2000 лет назад Пасха исполнилась совершенно. И апостол Павел пишет, что наша Пасха ныне это сам Иисус Христос. Что значит званный и избранный? Бог всех, все званные мы, но откликнувшиеся на приглашение, это избранные. Если так коротко говорить. Хотя эта тема очень большая, это тема отдельных учений даже. Есть, я рекомендую, посмотрите, в сети очень много есть проповедников, которые объясняют эти темы. Вот, правда, я со многими как бы так вот и не согласен, частично, частично согласен. Но рассуждайте, размышляйте. Вообще, опять-таки, вот сама практика вопросов-ответов, вот именно вот подобных вопросов-ответов, я имею ввиду, не по истории христианства, допустим, не по каким-то другим там отраслям знаний, а именно вот такие, подобные вот заданному сейчас вопросу. В принципе, эти вопросы к Господу, они ко мне даже, значит, и никому-то из проповедников. Потому что Новый Завет, опять-таки, в чем этот отголосок вопрос-ответа, это все отголоски Ветхого Завета, как бы, по сути, пережитки Ветхого Завета. Потому что в теологии Нового Завета именно, как я понимаю Новый Завет, и в чем живу, и в чем пребываю, в чем нахожусь, это то помазание, которое во мне, как верующем человеке, оно учит меня всему. И я не имею нужды в том, чтобы кто-то учил. Потому что само помазание, это учит меня. Добрый вечер, Николай, пишет Егоров. Добрый вечер, шалом. Благоставляю вас, брат. Друг и брат, слава Богу. Аллилуйя. Вот, и поэтому я убежден, что сам автор слова Божьего, он хочет, чтобы это слово, оно было в нас, внутрь нас. Тем более, что, знаете ли, вот я, допустим, отвечу так, другой проповедник ответит, ответит эдак, третий по третьим ответит. И это не потому, что мы все там, ну, как бы, ну, будем так говорить, разным учим. В принципе, это говорит о том, что кто чего достиг, кто какого понимания достиг, откровения, понимания, переживания благодати Божьей в своей жизни, какого уровня зрелости возраста Христова, вот, значит, достиг ли он полного возраста Христова или еще достигает, вот от этого зависит. Как Чарльз Перджин очень мудро на эту тему говорил, что вот спор кальвинистов, армянианин, армянианец, вот, в принципе, Якоб Армении и Жан Кальвен, в принципе, они говорили вроде бы как бы о разных вещах, но это Чарльз Перджин очень мудро сказал, примерно так, я не помню дословно, примерно так, что это не спор разной теологии, это спор разного опыта. И христианин в начале пути, на самом деле, он армянианец, да, Якоб Армении молодой горячий проповедник харизматичный, он такой, как бы, вот, как бы, я нашел Бога, я достал Бога, я нашел Бога, вот, я верую, я, я, большей частью, я впереди стою. Но, когда мы вспоминаем Жанна Кальвена, его учения, то это уже человек, уже умудренный опытом, уже достигающий, или достигший даже уже к тому времени возраста Христова, человек на самом деле, вот, ну, гигант мысли, знаете ли, вот, и духовный, духовная глыба, просто скала, огромная реформация. Именно, по сути, Кальвин сделал реформацию, процесс этот необратимым. Если первым, как бы, значит, ну, как бы, положил начало, как бы, лютер, то именно углубил реформацию и дал ей базу мощнейшую, именно Кальвин. И Кальвин, уже как пожилой человек, уже как умудренный опытом, и действительно уже во Христе глубоко находящийся, и Христос в нем глубоко уже пребывал, он уже с позиции своего и возраста, и положения духовного, он говорил, что не я нашел Бога, а Бог нашел меня. И он ставил, уже не я впереди, а Бог, Бог, о благодать, вот этот псалом, да, очень хорошо обучение их раскрывает, кальвинистов, о благодать, спасен тобой, я из пучин и бед. Там тоже я есть, но оно где-то в конце там, потому что вначале о благодать, спасен тобой, Бог тобой спасен. Вот, это в иудаизме тоже, как бы, тема была такая, вопросов, ответов, и, значит, и задавали вопрос мудрецам еврейским, задали такой вопрос, все предопределено или есть выбор? Мудрецы рассуждали, цадики эти, праведники рассуждали, молились, и выдали ответ, сногсшибающий ответ. Почти такой же, как вопрос, только вместо или, там стояло и. Все предопределено, и есть выбор. С точки зрения нашего временного пространства, этого измерения и мира, это кажется парадоксальным вообще ответом. Это кажется просто, ну, нелогичным. Да, и с точки зрения, и с позиции логики, вот именно, да, и с земной, временной, в которой заложенца является временного пространства, временного измерения, действительно это так. Но с позиции логики небесной, и новое измерение, более реального мира, чем этот реальный мир. Этот мир тоже реальный, но Божий мир, более реальный мир. С позиции именно и Божьей, более реальной мире, и то, и другое, казалось бы, у нас несовместимое, там это вполне совместимо. Как, допустим, есть много реальностей, так грубо говоря, да, но какая из этих реальностей сейчас, вот в данный момент, она станет реальностью в этой реальности, здесь уже есть выбор. Поэтому и то, и другое правильно, и то, и другое правда. Вот, поэтому насчет званых, избранных, допустим, тоже, и то, и другое правда. Правда в том, что Бог всех избрал, и правда в том, что всем Он выслал свое приглашение. Все званы и все избраны. Но вот, чтобы эта реальность стала реальностью в твоей реальности, здесь уже играет роль уже человеческий дух, человеческая душа. Но Бог хочет вообще, чтобы все люди спаслись. Ну ладно, не будем в теологию дальше входить. Вообще я... Да, ой, я не отключил звук, а то сейчас могло бы как раз быть и то сообщение будут сейчас, то, значит, смс-ки. Поэтому я лучше отключу звук. Так, хорошо. Братья, сестры, начну со слова Божьего таки. Евреям 2.17. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Вот я просто взял, значит, и вот в поисковой строке написал. Первосвященник гласнул. И у меня, значит, вот из Ветхого и из Нового Завета. Вот из Нового Завета, именно из посланий. Из посланий к евреям. Самые впечатляющие откровения об Иисусе Христе. Третья глава дальше. Первый стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Дальше, вот еще. Евреям 4,14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Аллилуйя. Дальше, следующий стих. Тоже слово первосвященник здесь. Дальше написано. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Дамы и господа, братья и сестры, вот я по поводу как раз вот и сегодняшней еще молитвы. Сегодня тоже вот и в парке молюсь, и завтра утром тоже и в парке молюсь, и вот здесь, значит, и в прямой трансляции в эфире. Вот, значит, и среди прочего, среди прочих моих молитв, молитва о разрушении вот этого духа Антихриста в церкви, о падении этого духа Антихриста, нечисто бесовского действия. Культа Богородицы. В общем, это даже не культ Богородицы, это как бы культ Богородицы святых, это как бы отдельные частности. В общем, это явление, уродливое такое явление в теле Христа, метастазы, которые распространились, значит, по всему телу Христа, так или иначе. Имя этому безобразию, этому нечестью, многобожие. Есть такой термин, многобожие. И многобожие, это также и вера, выражается в христианстве современном многобожие очень гротескно у нас, в православии, в католицизме, в некоторых, очень немногих совершенно направлениях протестантизма. Слава Богу, по милости Господней, наши братья-протестанты свободны от этого безобразия. Хотя образ мышления многобожника, он тоже, как бы это отдельная тема. Вот, значит, но у нас выражается это в православии, в католицизме, это выражается как раз через культ Богородицы и святых. Вера в разного рода ложная вера, заведомо ложная вера. Ложная вера в якобы многих посредников, ходатайев пред Богом, умерших святых и ангелов. Якобы вот эти все умершие здесь, даже у меня здесь какая-то мользи у нас еще. Вот, значит, и вера во всякого рода посредников, ходатайев, как бы, за нас, помимо единственного и неповторимого, согласно теологии Нового Завета, ходатай и посредника, и первосвященника Иисуса Христа. Это единственный и неповторимый, дамы и господа, братья и сестры. Человек, который на стороне ищет посредников, первосвященников, он, получается, ходатайев за себя, молитвенников за себя. Такой человек просто не доверяет крови Иисуса Христа. Не доверяет Иисусу, не доверяет самому Богу, в конце концов. Ибо, написано, к Тимофею, 2 глава, 5 стих, 2 глава, 5 стих написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Для искупления всех, братья и сестры. Слава Богу! И сам Иисус, я одному священнику как-то говорил, уж не помню, или московского, или киевского патриархата, но неважно, какого даже патриархата, это все вопросы такие второстепенные, третьестепенные даже. Вот, православный священник, ну, такой обычный, невозрожденный, вот, религиозный человек. Вот, к сожалению, большинство, подавляющее большинство нашего брата, вот, священника, я имею в виду просто, и священников, и епископов, и, вот, люди невозрожденные, не знающие Бога. То есть, знающие о Боге, но Бога не знающие живого, к сожалению. Да порой и в Слово Божьем не знающие. И вот тот священник, он уже прослужил к тому времени уже лет 20, уже больше даже священником. Я ему как раз говорил из послания Павла, вот, что един Бог, един посредник, говорю, один Иисус Христос, и он, значит, решил сумничать. Вот, там, не то Петра он привел как раз, что нечто неудобо-вразумительное. Кто такие аскеты? Есть такие, что утверждают, что без подвижничества нет спасения. Есть такая ересь, она в христианстве время от времени всплывает, вот, всякое такое, знаете, вот, нечистое такое. Вот, это все ересь. Спасение – это дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Такие спасальщики, желающие спасти свою душу, он что? Он погубит ее. Аскеты, люди, занимающиеся аскетикой, вот, это люди, которые просто-напросто маршируют в преисподнюю, будем так говорить. То есть люди, которые реально не знают Бога. Человек, который знает Бога, для него аскетизм – это такое же чужеродное явление, как небо от земли отличается, допустим, не знаю. Потому что аскетизм подразумевает именно достижение вот этими аскетическими упражнениями, всевозможными подвигами, в кавычках, достижение духовных определенных состояний. В любой религии это есть, и в христианстве там навалом, конечно, но это антихристианское явление. Это антиевангельское явление. Это антибиблейское явление. Вот, совершенно. Потому что, согласно теологии, опять-таки, Нового Завета, спасение – это дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Для всех – евреев, неевреев, для всех и вся православных, католиков, протестантов. Можно всю жизнь быть протестантом, а так и не принять это спасение. Я таких полно встречаю. Встречал и встречаю. Вот, протестантов, которые, вроде как, писание изучают, значит, всю жизнь, вроде, там, в баптизме, и у писятников, там, у адвентистов. И так, спроси его. Вот, простой тест такой, простой тест. Самый простой. На Йом-Кипур вообще-то очень актуальный тест. Вот, я уже задавал такой вопрос уже, кстати, на Йом-Кипур. Спасен ли ты? Спасен ли ты сам? Спасена ли душа твоя вообще? Спасен ли ты? Знаете ли, и я, кстати, даже вот, когда проповедую, ну, где-то, либо на улице, где-то, кому-то свидетельство о Христе Иисусе. Вот. Ну, на улице, там, проще, там, если обычно больше времени, как бы, там. А где-то в дороге, там, где мало времени, там, вот, для общений. Где-то в поезде, в электричке, в самолете порой, там, там, всякие бывали ситуации. Вот, и бывают. Вот, вот, и я стараюсь везде о моем возлюбленном Господе проповедовать. Где-то на Бла-Бла-Кар еду, допустим, вот, часто передвигаюсь в Бла-Бла-Кар. Вот, для меня это еще и Бла-Бла-Чорч. Потому что я еще, значит, свидетельствую также, рассказываю о чудесах Божьих. Вот, говорю о том, что Бог действительно живой. И это не религия, это не сказка, это реальность. Вот. То есть, все ее слова. И вот, когда проповедую, и когда, допустим, вот, ну, человек с какого-то города, или, тем более, с какой-то страны, малоизвестный мне, значит, или вообще неизвестный, или города, где я вообще никого не знаю, там, даже порекомендовать никого не могу, там, кого-то, ну, изверующих, чтобы они подружились там с кем-то, чтобы не терялись, хотя бы, чтобы общались, то я даю такие советы обычно, проповедую. Значит, когда мы помолились, допустим, там, молитвы, если покаяние помолились, то, значит, обычно я даю такие советы, очень простые советы, которые, ну, как бы, думаю, универсальные. Ну, больше или меньше, но самые основные такие мои советы. Говорю, первое, говорю, читайте Слово Божье. Читайте, говорю, Божье Слово. Любите Господа, говорю. Вот, любите тех, кто любит Господа, да, вот. Старайтесь общаться, найдите у себя в городе, в селе, там, где-то, где вы находитесь, найдите людей, любящих Господа Иисуса Христа. Найдите, говорю. Вот, и общайтесь с ними. Неважно, как они называются, православные, протестанты, католики, как бы они ни назывались. Вот. Но, говорю, если вы ходите уже в собрание, и вы хотите какую-то церковь уже, ну, уже избрать, вот, как свое постоянное место пребывания, то, говорю, добрый совет даю. Добрый, очень совет даю. Подойдите вначале к, ну, кому там, батюшка, к сеанс, пастор, проповедник, там, старейшина, там, надзиратель, как, ну, наставник, там, разное-разное есть, в разных конфессиях титулы. Ну, одним словом, как вот в исламе называется, имам, то есть идущий впереди. Вот, лидер, лидер. Вот, говорю, вот, подойдите к лидеру, вот, наберитесь, вот, возьмите такую возможность, такую найдите, и подойдите, и пообщайтесь, коротенько даже. Вот, и вопрос задать ему, можно не с этого начинать, но, среди прочего, задайте вопрос, ребром поставьте вопрос, спасены ли вы сами, спасены ли вы, если сегодня ваш последний день и час, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или ад вообще, ну, спасены ли вы, вот, если человек скажет, спасен, нет, я говорю, если скажет, не спасен, вот, скажет, не спасен, и, скорее всего, пойду в ад, то просто бегите с этой церкви. Как бы, какой бы она красивой ни была, какой бы она древней ни была, какой бы она там, просто бегите без оглядки, и, ну, как бы, и даже не оборачивайтесь, как жена лота. Даже обернувшись, можно повредить себе. Бегите без оглядки, уж лучше быть один на один с Господом, чем вот с такой компанией. Потому что с кем поведешься, от того наберешься точно. Вот, с преподобным, как говорится, преподобным будешь, да, с избранным, избран будешь. Как в православии есть такая прибаутка, тоже такая красивая, с этими славянскими оборотами такими. Вот, но если вот этот священник, пастор, там, все, он скажет, допустим, я спасен, иду в рай, в царство Божье. Хорошо, но, говорю, задайте тогда другой вопрос дальше. Не успокаивайтесь, потому что мало ли, почему он убежден, мало ли, мы как бы имеем порой разные, очень странные порой убеждения люди. Вот, спросить его, вот почему он так считает именно, почему он вот так мыслит, почему это? Если это по какой-то другой причине, а не по Слову Божьему, тоже как можно быстрее, даже, может, еще даже быстрее, чем первый раз, бегите из этого собрания. Бегите, бегите, бегите. Вам там делать нечего. Вот, а то, значит, не дай Боже, еще повредитесь тогда, значит, верою. Надо быть в здравом вере. Так вот, если он, этот лидер, священник, все, он там, пастор, там, кто там, старейшина, он скажет, что я уверен в этом на основании того, что Бог сказал Божьего Слова, Библии, и приведет вам аргументы библейские, евангельские, можете успокоиться и быть в этой церкви. Но, все равно, любой нормальный верующий, он всегда держит глухого строго, всегда все проверяет, всегда все тестирует, нормальный, здоровый, признак здоровой веры, признак больной веры, всему верит на слово. Вот, признак здоровой веры, все испытывает, хорошего держится. Вот, значит, и, знаете, друзья, вот, говорю, читайте слово Божье, общайтесь с людьми, которые тоже любят Божье слово, любят Господа Иисуса Христа, и, говорю, обратите внимание, вот, тоже, если вы приходите в собрание, я посещаю разные собрания, я тоже так смотрю, очень разные обстановки в церквях. Вот, если там всегда Иисус, 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 это очень хороший признак. Если служение прошло, а об Иисусе так и не вспомнили, опять-таки, бегите с такой церкви вообще, бегите с ней, вам там делать нечего. Это блудилище, а не церковь Божья. Потому что церковь Божья, церковь Нового Завета, так же, как и Израиль, мы читаем в Ветхом Завете, сравнивается и с блудницей, и сравнивается с невестой. Совокупляющейся с блудницей есть одно тело с блудницей, а соединяющейся с Господом есть один дух с Господом. Поэтому очень важно, как вот в той песне поется... В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь. Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной, Только в сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь. Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной, Только, только ты один для меня, и нет другого, только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Аллилуйя! Здоровая церковь, признак здоровой церкви, она всегда, в любом столетии, в любом поколении, в любой культуре, она говорит одно, Гряди, Господи, Иисусе. А блудница она и так хорошо. У нее любовников много. Но чистая невеста, она говорит одно, ты, ты и только ты, Иисус Христос, Спаситель мой. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Запах хлеба, один из самых прекрасных запахов на планете. Ну, для кого как, но для меня это самый прекрасный запах на планете. Я за свою жизнь много запахов разных прекрасных чувствовал, но, честно говоря, прекраснее запаха хлеба в жизни ничего не чувствовал. Я даже по-хорошему завидую тем вот ребятам, которые пекут эти репешки, пекут этот хлеб. Они выпекают хлеб. Я все время благоставляю. Вот, и тем более мне видно, мне радостно. Я брал в том, в том, в разное. Здесь есть вот возле Черниговской, возле Лесовой. Здесь разные точки есть, где выпекают хлеб. Но мне нравится у них брать, потому что они выпекают его с радостью. Вот, в глазах видна вот эта вот такая неподдельная радость, такая любовь. Вот, мне это так нравится. Я им всегда, этим братьям-мусульманам говорю, салям, говорю, салям алейкум, алейкум ассалям. Там, это как по-нашему, как шалом алейкум, да, значит, а у них салям алейкум. Ну, в принципе, сэ, у нас шай больше, шай в еврейском произношении. У них сэ. Я, правда, там немного чуть прокололся, говорю, шалом алейкум. А, нет, а, ну, они знают, что я еврей, поэтому, говорю, благоставляют, короче. Вот, и видят, что действительно, вот, знаете, вот, люди, запах хлеба, люди понимают, что хлеб это важнейшее. И Иисус себя сравнил с хлебом. И не просто сравнил. Он даже и сказал это буквально, и он это сделал. На тайной той вечере он взял хлеб в свои руки, уже после вечера, да, и дал ученикам своим, вот, и сказал ученикам, ешьте. Это, говорит, мое тело, которое за вас преломляется, да. И оно преломилось таки. И он взял чашу после вечера и сказал, это есть чаша, новый завет в моей крови, которая за вас проливается во оставлении грехов. Тело Христа, кровь Христа Иисуса. Все, я тоже для камеры покажу. Тело Христа, кровь Христа Иисуса. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Христианин, не по нарожку, а по правдушному, если христианин, это тот, кто спасен, кто принял спасение Бога. Потому что спасение это дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Ибо возмездие за грех это смерть. Это, ну, так, грубо говоря, и дураку ясно. Любой нормальный, адекватный человек понимает, что человек несовершенный и делает много ошибок. Я разговаривал с разными атеистами, некоторые из них шутят, там, говорили, там, святое, там, не грешу. Когда по душам говорили долго, люди признавались, что много в жизни неправильно делали. Любой нормальный, адекватный человек понимает, что в этом мире и все идет к смерти. Вот, и человек несет в себе эту смерть, он понимает это, догадывается об этом, по крайней мере, любой человек. На таком даже подсознательном уровне даже хотя бы. Но, когда человек рождается свыше, принимая спасение как дар Божий во Христе Иисусе, совершается чудо. В нас новая жизнь. Мы есть новая жизнь. Спасибо тебе, Господь. Одного священника православного, традиционного. Я так спросил, я спросил его. Это было в Удмуртии, в Ижевске. Не в Ижевске, нет, а Пугачево, там, да, поселок Пугачево. По-моему, там. Давно уже не был, кстати, в Ижевске. Давно не был в Удмуртии. Очень любил я там бывать. Одно время часто бывал там, проповедовал в разных церквях, разных собраниях. Удмурты очень интересный народ. Ну, там много русских, живет татар много. Я общался там с татарами. Я им объяснял, что я по матери тоже татарен, говорю. И, пожалуйста, значит, они меня принимали. Давали слово даже в своих собраниях, таких мусульманских, таких. Ну, поприветствовать там, значит, приходите. Вот, значит, курбан ели. И я говорил, значит, взяв мясо, взяв угощение. Я говорю, знаете, говорю, братья, говорю, прямо в мечети, что мой курбан Байрам. То есть, мой жертва и праздник. Это, сам говорю, Иса Масиха. То есть, Иисус Христос, проще говоря. Потому что Он для меня, это не просто пророк, не просто учитель, не просто чудотворец, целитель. Да, в моей жизни я им рассказывал эти чудеса. Они слушали, очень любили. Вот, и дедушки эти бабаи тоже слушали эти чудеса, какие Бог совершил в моей жизни. Я им объяснял, что Иса Масиха, говорю, в моей жизни много чудес совершил. Но даже не это самое важное. Я Его люблю. Он мой Господь, говорю, Он мой Спаситель. Я им объяснял. Спасибо тебе, Господь. Даже если бы ты не умер за нас на кресте, даже если бы ты за меня не пролил бы свою кровь, не пришел бы на эту планету многогрешную, я все равно бы любил тебя. Потому что действительно, ты, ты и только ты. Ты прекрасный. Ты родной. Ты самый дорогой. Спасибо тебе, Господь. И ты совершил спасение наше. Ты пришел на эту землю. Жил подобный нам, людям. И умер на кресте Голговском. Воскрес из мертвых. Вознесся и воссел на почетном месте у Отца Своего. В славе Своей. Спасибо тебе, Господь. И ты вновь грядешь судить живых и мертвых. И твоему царству нет конца. Твое царство бесконечно. И не будет конца никогда. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Божий Свощий. Благодарю тебя, Господь. За Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю. За воскресенье Твое. За победу Твое. За победу Твое. За Голгофу, за кровь. За Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю. За воскресенье Твое. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Творец неба и земли. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, брат мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю. За все я благодарю. За жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец. Папочка мой, Отец мой, Алла, Отче. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой. Благодарю, О Дух Святой, Добрый мой, Утешитель мой. За все я благодарю. За все я благодарю. Аллилуйя. Братья и сестры, Тело Христово примите, Источника Бессмертного вкусите. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я сейчас помолюсь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, Бог Святой. Давайте, братья и сестры, совершим хлебопреломление, причастие Евхаристию. Совершим это таинство. Это совершается верой. Верой в Сына Божьего. Самое важное причастие в хлебопреломлении, это рассуждение о теле и крови Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенный. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашим. Кровью Иисуса Христа, Агнца Твоего, я спасен, исцелен, благоставлен, освящен. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Налейте себе сок виноградного. Если нет приготовленного сока, то я себе стараюсь заранее покупать. Просто закупаю здесь сразу по несколько пачек. Они у меня стоят. А вообще, если нет сока, то просто даже воды можете налить. Я иногда причастие совершаю таким образом, особенно в парках, когда я выхожу. Просто беру бутылочку воды, немного хлебушка заверну себе. Я так вот иду, и там уже где-то на лавочке сажусь, уже молюсь когда. Или просто выхожу к деревьям туда. Моя молитвенная комната. Наши стены, сосны, великаны. Наша крыша, небо голубое. Наш купол, да. Храм такой. Храм. Самый лучший храм. Много красивых храмов. Ну, церквей такие, здания церковные. Ну, для меня самый лучший храм это просто вот в лесу молиться. Просто на природе. Вот. Самое великолепное великолепие. Лепота. Велелепота. Есть такое славянское слово. Велелепота. Есть лепота. Вот как вот помните в том фильме, да? Иван Васильевич меняет профессию. Или как протестанты там переначали комедию такую. Как бы там. Ну, мы там даже. Я там пару набросков тоже сделал. Иван Васильевич меняет конфессию. Назвали так. Вот, значит. И. Вот, значит. И. А есть лепота. Это как бы, ну, великолепно, да? Beautiful, да? Превосходно. Вот, значит. Там, как бы. А, значит. Красиво. Вот. А есть велелепота. Велелепота, как бы. Велелепота. Вот. В славянской Библии там как раз по отношению к Богу это слово употребляется. Там говорится, что он облекся в эту лепоту. Как бы. Написано. Велелепоту обличесе. Очень красивое выражение славянское. Мне так нравится оно. Вообще славянский язык очень красивый. Ну, только что он мертвый уже. Как бы. На нем нет носителей этого языка уже. Много столетий уже. Так что. Но. Дамы и господа. Совершим причастие в эту велелепоту обличесе Господь. И. Сегодня да. Благословит он нас. Аллилуйя. Я отломлю себе лепешки. Вот. Подними бокалы наши во имя Господне. Во имя Иисуса Христа. Благословен Господь Бог наш. Царь всей вселенной. Царь всего мироздания. Всех миров. Владыка. Благословен Бог начал двести. Бог. Благословен. На земно. Господь. Христа. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, что жертвой Твоей святой я спасён, исцелён, благоставлён всеми благословениями Твоих небес. Благодарю Тебя, Господь, за всё. Аминь. Аминь. Тело Христа примите, братья и сёстры, источника бессмертия. Аминь. Аминь. Залог вечной жизни. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо, родной. Спасибо, Господь. Спасибо. За жизнь мира Ты отдал свою жизнь, Господь. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за окончание этого дня, уже одиннадцатого дня этого месяца, за начало нового дня. Благодарю Тебя, Господь. Поднимаю бокал во имя Господне. Лехаю за жизнь, Господь. Твоя жизнь за жизнь. Мы с Тобой одной крови. Ты и я. Спасибо Тебя, Господь. Аминь. Аминь. Спасибо за исцеление. Благословение Тебя, Господь. Спасибо. Спасибо. Аминь. 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 Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Да, сегодня вечер уже темнеет. Начинается новый день, уже двенадцатый день этого месяца. Библейские праздники. Я вот вначале сказал, сегодняшнего такого слова, сегодняшней молитвы, что весенние праздники, Пасху, Пятидесятницу, в принципе, так вот, ну, грубо говоря, можно уже и не праздновать там. Они уже праздники совершившиеся. Для меня моя Пасха – это сам Христос, и Он со мной во все дни до скончания века. Он моей жизни каждый день. Пасха моя – это сам Христос. Пятидесятница тоже. Чего ей праздновать? Она уже сейчас здесь. Это Пятидесятница. Дух Святой. Время Духа Святого. Поэтому празднование Пасхи и Пятидесятницы – это как бы элемент пережитка прошлого. Но, хотя, как вот имена, даже, как поучение, научение, как имена, знаете ли, вот, скажу, примеры хорошие такие. То есть, я не осуждаю, ни в коем разе не осуждаю, кто празднует. Вот, я и сам участвую в празднествах и пасхальных, и Пятидесятнических празднованиях. Да, значит, Швот и Песах я, да, Седр, Песах мы тоже проводим, тоже. Но я понимаю, что эти праздники, они уже исполнившиеся. В них уже не осталось ничего, чтобы неисполненным было бы. Это праздник уже прошлого, священного, красивого, святого, но прошлого. А вот осенние праздники нынешние, с этим гораздо сложнее. Их праздновать просто нам необходимо. Нам, знаете ли, мы можем забыть Пасху Пятидесятницу и не праздновать их, но вот эти осенние праздники мы обязаны праздновать. Потому что это праздники еще не исполнившиеся. Они лишь частично исполнились. Частично. Очень немного исполнилось. На небольшую часть. Процентов 10. Так, ну, если так, грубо говоря. Процентов 90 это еще не исполнившиеся. Это праздники будущего. И праздновать их нам пристало. Праздновать эти праздники Господни нам просто жизненно важно. Тем более, что когда придет Машиах. Кстати, первый приход Машиаха, первое его Рождество, Рождество Христово. Было как раз в эти дни. Йом-Труа, осенние праздники, это все было. Вот почему я говорю, они частично исполнились. Потому что Машиах пришел 2000 лет назад. И Ишуа родился, Иисус родился. Христос, народы все, славимы Его в Украине так приветствуются. Много прекрасных песен. Я очень люблю рождественские гимны, песни. Рождественские, особенно украинские. Они такие мелодичные, их столько много. Они такие прекрасные все. Аллилуйя. Часто их напеваю. Особенно вот сейчас, в эти дни осенних праздников. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Прибігаюць до вертепу пастирі, і собою несу дарі в офірі. То есть, рождественське служення, если делать, то надо делать его сейчас, в эти дні. Ну вот, я, допустим, сделал рождественське служення, і тема Рождества как раз начала вот именно на праздник Йонтруа, праздник Рослашана в народе называемого. Праздник Трубного Зова, который как раз был ознаменован, и который собой как бы знаменует приход Машиаха, и первый его приход, и второй его приход. Второй его пришествий, как мы говорим, на облаках, когда мы встретили Господу на воздухе выйдем. И так всегда с Господом будем. Аллилуйя, спасибо тебе Господь, благоставляю великое имя Твое. Вот, и праздник Трубного Зова, это оповещение о приходе царя. И Господь при гласе Архангела, и при трубе Божьей, шафарах этих небесных, он придет вновь. Вот, Йон-Кипур, это судный день, он придет как судья. Первый раз он пришел как раб, второй раз как царь, первый раз как ягненок, второй раз как лев из колена Иуды. И как царь царей, Господь господствующих. И я благодарю Бога, что рожденные свыше люди, не понарошку, по правду, что он кто действительно, от Слова Божьего, возрожден от нетленного семени. На суд не приходит, как подсудимый, но перешел, я перешел от смерти в жизнь. От смерти в жизнь. Через кровь святую Иисуса Христа. Каждый раз преломляю хлеб, я в этом еще больше и больше удостоверяюсь, укореняюсь в этой любви Божьей. Спасибо тебе, Господь. Углубляюсь в эту Божью любовь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Верующие на суд приходят лишь как свидетель, хотя это тоже очень волнительно, потому и называют это страшным судом. Действительно. Миллиарды душ. Даже одного человека судят, и то волнительно. А представьте, всех, вот это волнение будет вселенского масштаба. Да, даже небо и земля попытаются убежать от сидящего на троне, и не найдется никакого места. И небо и земля. Пятый угол будут искать, не найдут. Вот так вот, друзья. Вот, а неверующий уже осужден. Человек неверующий, он уже, по сути, живет под осуждением. Даже если он этого не понимает и не признает, он живет под осуждением. Почему? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Потому что суд в том состоит, и тот же суд и будет, что свет пришел в этот мир. Еще больший свет придет в этот мир. Спасибо Господу. Вот, а затем, вот сейчас мы приготовляемся к празднику Сукот, поставлении кущей, праздник шалашей. Сука, шалаш, временное жилище. В это воскресенье уже будет предпразднество, эра в Сукот. Вот, здесь в Киеве будет гуляние христианское, молитва, служение, прямо на Хрещатике, на Майдане, на Залежности. Поэтому, кто будет в Киеве, вы счастливчики, вам повезло. Потому что сотни тысяч людей придут на поклонение Господу Богу. Это праздник будет, это как день свято-подяки, праздник благодарения, благодарности Богу. А библейский это предпразднество праздника Сукот. И уже вечером воскресенья в этом году, 23 сентября, вечером уже праздник шалашей начинается, праздник Сукот. И он продолжается всю неделю, и потом еще Шмини Ацерет, Симхат Тора, завершающие это празднество. То есть, в этом году до 2 октября гуляем, живем в шалашах и гуляем. Но у меня нет такой возможности жить в шалаше, хотя я понимаю, что с Милом и в шалаше рай. Но я попытаюсь, по крайней мере, приду в синагогу, побуду хотя бы часочек в шалашике, покушаю в шалашике. Вот, пообщаюсь там с братьями евреями, значит, и, в общем-то, ну и вот, где-то в гостях буду тоже там. Вот. Очень хочется эти осенние праздники все-таки отметить в Иерусалиме, в Израиле, в Иерусалиме. Вот. Пожить в шалашике недельку в Иерусалиме. Ну ладно, друзья, но это праздники будущего. И вот праздник Суккот, да, он настолько важен, осенние праздники эти, это кульминация всех осенних праздников, праздник Суккот, поставление кущей. Настолько важен, что, согласно Библии, это праздник будущего, когда Машиах придет, его царство тысячелетнее установится, то те народы, которые будут приходить из субботы в субботу на поклонение Господу Богу, Савауфу, и также на праздники кущей Суккот, каждый год будут приходить на поклонение Господу Богу Всемогущему, те будут благословения. Но даже в тысячелетнем царстве, вот эта зараза антисемитизма, она, с ней еще придется нам не раз поплакать, слушайте. Значит, даже тогда, когда придет Христос уже, все равно будет это вот какое-то брожение, нездоровое такое брожение, я так понимаю. Вот, значит, это вопрос будущего, но все-таки, уже есть, надо держать ухо в остро, прямо сейчас уже. Вот, и если, вот скажите слово «еврей», прямо сейчас скажите слово «еврей», скажите слово «израиль», скажите слово «иерусалим» и повторите еще раз вот «евреи», «евреи», «израиль», «иерусалим». Вот какая реакция, и прислушайтесь к тому, что внутри вас сейчас. Вот, у некоторых бывают такие наблюдения, порой у нас, знаете, что всплывают не только сливки, а всякая гадость. Знаете, как вот, вот я здесь пробовал кашеварить бульон, взял телятины, значит, там, значит, думаю, надо вот завтра, кстати, шаббат, надо будет тоже опять, значит, купить. Я беру, как называется, кусок мяса-то телятина, забыл. Короче, ну, как раз там с косточкой, длинновара, короче. И вот, меня подучили тоже, значит, я тоже, как бы, уже приловчился. Варю, чистое мясо, промываю, все, оно все чистое, да, все хорошее. Кошерно. Значит, или там, или халяль, там, покупаю у ратьев мусульман там. Значит, и, значит, ставлю в воду, чистая вода, чистое мясо, для меня все хорошо, но начинает когда кипеть, закипать, откуда вы не возьмите, эта гадость поднимается. Одно, другое, только успеваешь ложкой порой снимать, вот это, и выбрасывать это все. И знаете, вот тоже, когда вот все тихо, когда спокойно и холодно, да, то, значит, духовно, то тогда, в принципе, все кажется, все хорошее. Но как только вот что-то начинает подкипать, там все вылазит уже. Пусть Бог благоставит вас всех. Во имя Христа Иисуса благоставляю вас. Во имя Господа Иисуса Христа. Завтра продолжим, друзья. В 6 утра подключайтесь. Аллилуйя.